В эфире информационная программа Панорама Севера в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! С сегодняшнего дня ТГК-2 проводит в Архангельске испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя. Работы проводятся по согласованию с мэрией Архангельска и продлятся два дня. Для обеспечения безопасности горожан на время испытания обслуживающей организации сегодня отключили отопительные системы в школах, детских садах, больницах, других лечебных и образовательных учреждениях и в тех жилых домах, где системы горячего водоснабжения не автоматизированы. На остальных объектах теплоснабжение осуществляется в полном объеме. При обнаружении течи горячей воды, парения и промоин грунта необходимо сообщить в диспетчерскую Архангельских городских тепловых сетей по телефону 66 88 22 круглосуточно. Возведение домов на улице Доковской, превратившееся в долгострой, вызвало большой резонанс, на волне которого областное правительство заявило, Архангельск не уложился в отведенные сроки работ и потерял миллионы на продолжение строительства жилья. Насколько справедливо такое заявление, мы попытались выяснить. Строительство четырех многоквартирных домов на Доковской началось в 2011 году. Стоимость работ более 160 миллионов рублей. 146 из них выделил фонд реформирования ЖКХ, в программе которого участвует Архангельск. Конкурс на выполнение работ выиграла компания «Импера нова». Заказчиком стал поморсервис, а мэрия выступила в руле инвестора. Но строительство изначально пошло не по плану. Ни заказчик, ни подрядчик со своими обязанностями не справлялись. А мэрия, как инвестор объекта, под действовавшему закону, причагами воздействия на них не располагала. Но ввиду того, что в рамках законодательства победу в конкурсных процедурах по строительному подряду и контролю за объектами строительства осуществляет тот, кто предложит наименьшую цену, мы имеем на сегодняшний день пагубные последствия на Доковской. То есть цена, предложенная подрядчиком и заказчиком, снижена. В результате подрядчик экономит на качестве, затягивает сроки. И к окончанию первого этапа реализации программы 2012 году дома построены не были. Казалось бы, не выполнены условия программы, деньги город должен вернуть фонду. Но строительство на Доковской попадает под изменения в законодательстве и становится исключением из этого правила. Поскольку дома не построены из-за того, что... К моменту выполнения указанных требований, такое невыполнение связано с выполнением мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в рамках региональных или муниципальных программ, не предусматриваемых финансирования за счет средств фонда. Иными словами, если параллельно со строительством при участии фонда ЖКХ город возводил социальное жилье своими бюджетными силами, то срыв сроков сдачи программных домов нарушением не считается. А как раз в это время была введена в эксплуатацию первая очередь домов на улице 40 лет Победы, куда были заселены жильцы из ветхого жилфонда. В августе 2012 года мэрия в адрес областного министерства ТЭК и ЖКХ направила отчет об исполнении программы за 2010 год, где объекты на Доковской были замещены домами на улице 40 лет Победы. Следовательно, замещение было выполнено на законных основаниях, да и по результатам министерской проверки нарушений выявлено не было. Но по прошествии времени область исключает город Архангельск из программы переселения ветхого аварийного жилья. Мы считаем, что этого можно было бы и избежать, если бы областные власти, областные чиновники своевременно внесли изменения в свою же региональную программу. Тем более федеральное законодательство этого не запрещает. Нежелание правительства области вникать в суть изменений в законе о фонде ЖКХ и должным образом реагировать на обращение муниципалитета и лично мэра Архангельска Виктора Павленко привело к тому, что огромную сумму в 149 миллионов рублей город был вынужден вернуть фонду. И эти деньги город выделил из собственного бюджета, при том, что в инфраструктуру домов на Доковской, которые построены на 75%, уже были вложены немалые средства. Мэрия города настраивалась на завершение строительства, но поддержку области не получила. В итоге ответственность за дома, которые строились при участии региона, полностью легла на плечи муниципалитета. Сегодня мэрия Архангельска готовит исковое заявление в суд, чтобы обязать подрядчика и заказчика завершить строительство домов. А Доковская продолжает ждать, когда дело сдвинется с мертвой точки. И в продолжение жилищной темы. Дом есть, но житья в нем нет. Жители дома номер 4, корпус 1, на улице 3 и 5-летки Новодвинска, рискуют жизнью и здоровьем, проживая в аварийной деревяшке. Дом давно признан непригодным для проживания и подлежит сносу. Жильцы несколько лет ждут переселения. А сейчас ко всем бедам многострадальной деревяшки прибавилась еще одна. По документам дом уже снесен. Ирина Кузнецова разбиралась в теме. То, что дом нигде не числится, жители обнаружили не так давно. Надежда Кононова, обратившись в поликлинику, услышала странную новость, что по документам этого дома уже нет. Он снесен. Но не так уж это и удивительно, считают соседи. Дом со всех сторон прижимают новостройками. Двор из-за этого весь разворочен. В период дождей округу заливает полностью. Этой весной сюда не смогла подъехать скорая. Куда бы мы ни обратились, мы не существуем. Куда мы платим деньги за это, за все? То есть, вот обрушилось у нас дерево, когда ураган был. Значит, обращаемся в ЖКК, то есть мы идем в мэрию. Звоним в мэрию, значит, мы ждем ЖКК. Это дерево мэрии, это дерево ЖКК. То есть мы вообще никому не нужны, вообще. Если с виду дом еще похож на жилой, то внутри царит полная разруха. Семьи своими силами пытаются придать квартирам приглядный вид, делая ремонты. Но из-за постоянных протечек в этом нет смысла. Ну вот, вот то, что я достала. Все вот это, вот эта вот руха, вот эти все стены. Стены, потолок и пол прогнили. Штукатурка провисает и падает. В акте обследования от 2009 года сделано заключение о недопустимом уровне надежности здания. Зоя Федоровна Дышлевич проживает в этом доме 32 года. Капитального ремонта не помнит, но зато в памяти другое. Я домой пришла, у меня весь угол залитый, залитый. У нас же тополя-то с той стороны рядом, ветер-то дует и разбито. У меня телевизор залитый, все такое. Это было в январе 2009 года. Свою трехкомнатную квартиру женщина приватизировала, чтобы оставить в наследство сыну. Но проживать в помещении стало опасно. Сейчас, куда бы она ни обратилась, везде разводят руками. Просприватизация отказана. Собственникам квартир новое жилье не положено. Я боюсь, я посплю, даже боюсь, что я могу в любое время, меня могут задавить. Собственники аварийного жилья могут выбрать вариант получения выкупной цены. Зое Федоровне полагается 1,4 млн рублей. На эти деньги она уже подыскала себе квартиру. Но пока нет финансирования из области. Его с нетерпением ждут сотни семей. Новодвинский ветхих домов несколько десятков. В прошлом году наш город был включен в областную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Она рассчитана на 2013-2017 годы. Дом на третьей пятилетке вошел в эту программу. Как только деньги из областного бюджета поступят, жильцов переселят. Признательность. Так называется специальный диплом для поощрения многодетных семей, учрежденной мэрией Архангельска в 2005 году. За это время награду получили более 148 семей. О том, кто стал лауреатом в этом году, расскажет Инга Швецова. Сегодня 20 многодетных семей столицы Поморья получили премию признательность, учрежденную мэрией Архангельска. В каждой из них воспитывается три и более ребенка. В семье Братышевых пятеро детей. Старшему 18, а самой младшей два года. Многодетная мама Елена Братышева точно знает, что лежит в основе настоящей семьи. На любви, взаимопонимании и на ответственности. Каждый друг за друга должен нести ответственность. Год от года количество многодетных семей в Архангельске увеличивается. А это значит, что демографическая ситуация и в стране в целом улучшается. Вы знаете, что в нашем городе проживает 1588 многодетных семей. И сегодня мы чествовали 20 семей, которые победили в этом году. Это большое счастье для нас чествовать. И, конечно же, все эти семьи являются предметом гордости всех горожан. На протяжении года, вы знаете, что проходит очень много мероприятий, связанных с семьей. Есть и совет отцов, которые постоянно действуют в мэрии города, которые возглавляют мэр города. Мы такие мероприятия проводим ежегодно, потому что, конечно же, это сплачивает всех нас. И в очередной раз мы подчеркиваем о значимости семьи в нашем городе и в стране в целом. Потому что многодетная семья всегда почетна, всегда уважаема. И, конечно же, это всегда равнение наших молодых семей на эти семьи. Премия признательности – это свидетельство большого уважения к тем, кто возложил на себя большой труд – возродить исконно русскую традицию многодетной семьи. Инга Швецова, Руслан Симушин, Панорама Севера. А накануне Международного дня семьи в Архангельске чествовали дружные и крепкие семейства. Слово Виктору Кузнецову. В Архангельске День семьи праздновали в месте, где она и рождается, в ЗАГСе. А самый главный символ семьи счастливой, конечно же, дети. У кого их много, те родители и были главными на сегодняшних торжествах. В семье Подолян воспитывается трое детей. Старшей Анастасии уже 12, а младшенькой Василисе не исполнилось и полутора лет. Я мечтала всегда иметь большую семью, чтобы было много детей. Мне нравятся дети, я люблю детей, я работаю с детьми, я работаю педагогом в школе. Поэтому дети – это счастье. Поздравить виновников торжества приехали депутаты Архангельской городской думы. Создание условий для развития и укрепления института семьи – одна из главных задач народных избранников. В семье воспитывают ребенка, дают ему то, закладывают в него то, что он принесет через всю жизнь. Сегодня мы отмечаем достойные семьи нашего города, активных людей, людей, которые воспитали много детей. И, конечно же, это их огромный общественный, семейный, отцовский, материнский подвиг. Этот праздник – День семьи, он и патриотичный в том числе, и, в принципе, и воспитывает должен нашу молодежь. Я думаю, что и преподаватели, и родители должны уделять этому внимание. Примером служения семье, отношения к детям и их воспитанию сегодня была чета конечных – Альберт Павлович и Галина Григорьевна. Недавно они отметили золотую годовщину свадьбы. Бережно хранить крепость брачных уст организаторы праздника пожелали и всем участникам торжества. Виктор Кузнецов, Илья Сумароков, Панорама Севера. Международный день семьи, отмечаемый ежегодно 15 мая, был учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году для того, чтобы обратить внимание общества на многочисленные проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Инга Швецова спросила у архангела Городцев, в какой помощи больше всего сегодня нуждается молодая семья. Молодая семья, по-моему, нуждается в финансовой помощи для покупки квартиры. Потому что на нынешнее время, по-моему, это очень острая проблема. Наверное, надо с детства воспитывать, что семья – это важное. Нельзя, чтобы был один родитель, хотя многие сейчас считают, что легче так прожить. Наверное, все-таки вот такая помощь должна быть. Семья должна быть дружной и крепкой. Прежде всего, это решение проблем с жильем, предоставление льгот на покупку жилья, может быть, какие-то льготные, ипотечные кредиты, потому что у многих семей в настоящее время достаточно затруднительная ситуация именно с жильем. Ну и, конечно, помощь детским садикам для ребенка, потому что очень длительные очереди. Через дни с рождения приходится занимать очередь, чтобы детский сад место дали. Выступить экспертом сегодняшней темы дня мы пригласили начальника отдела по работе с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, Центра поддержки молодой семьи Ольгу Миловидову. Ольга Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня отмечается Международный день семьи. Во многих странах мира в этот день проходят мероприятия праздничные. В Архангельской области что-то проводится? Да, специалистами нашего центра в рамках празднования этого замечательного праздника мы проводим большую областную акцию. Проводим мы ее на базе клубов молодых семей. Таких сейчас клубов у нас 62. Расположены они в 23 муниципальных образованиях. И специалисты наши разработали и распространяют поздравительные открытки, именные поздравления и памятные магнитики для молодых семей, которые уже прожили в браке более пяти лет и в этом году отмечают деревянную свадьбу. А почему именно пятилетние выбрали парк? Ну, не случайно мы выбрали именно эту категорию молодых семей, потому как показывают многолетние исследования, что семьи, которые преодолели этот пятилетний рубеж совместной жизни, они имеют большие шансы встретить вместе и отпраздновать золотую свадьбу. И, в принципе, сам символ этой свадьбы дерева, он символизирует процветание, плодородие, стабильность и прочность семейных отношений. Ольга Николаевна, а как Вы считаете, в чем особенно сегодня нуждается молодая семья? Я думаю, что этот вопрос надо рассматривать с позиции, с какими трудностями сегодня сталкиваются молодые семьи. И здесь я не скажу ничего нового. Конечно же, это финансовые проблемы, это трудности, которые связаны с решением жилищного вопроса, естественно, детские сады. Но здесь важно сказать, что молодежь, в том числе и молодая семья, она обладает огромным потенциалом и способна разрешить эти все проблемы при необходимой поддержке государства. А где находится Ваш центр? Куда обращаться молодым семьям? Мы находимся в Доме молодежи, который расположен на улице Федота Шубина, дом 9. Там наши специалисты окажут необходимую помощь молодым семьям. Мы проводим как индивидуальное консультирование, так и семейное консультирование. Я приглашаю молодые семьи для занятий на тренингах и обучающих семинарах. На этих занятиях молодые пары, я думаю, научатся, как понимать и слышать друг друга, как найти взаимопонимание и не допускать типичные семейные ошибки молодых семей. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Удачи Вам в Вашем деле. Напомню, гостем нашей сегодняшней рубрики была начальник по работе с молодежью в трудной жизненной ситуации Центра поддержки молодой семьи Ольга Миловидова. Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о самом главном. 17 мая в Архангельске пройдет общегородской субботник. К участию приглашаются все неравнодушные горожане, а также предприятия областного центра. Проведение общегородских субботников – давняя добрая традиция Архангельска. В этом году горожане, желающие навести порядок во дворах своих домов, могут обратиться в управляющие компании за получением инвентаря и мусорных мешков. По всем вопросам участия в двухмесячнике по благоустройству города можно обращаться и в администрации округов. С 15 мая в связи со сходом снежного покрова и установившейся плюсовой температурой в лесах региона начался пожароопасный сезон. Для жителей Поморья это означает, что при посещении леса необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Заметив возгорание или задымление в лесу, надо незамедлительно сообщить об этом в региональную диспетчерскую службу Архангельской области или позвонить на единый федеральный номер доверия по лесам. В гостях у синей птицы или тайна вещей и счастья. Так называется новый проект Архангельского краеведческого музея. На самом верху центральной башни гостиных дворов музейщики создали интерактивное сказочное пространство для детей и взрослых. Всегда в музеях висит вывеска «Фотографировать нельзя». Так вот это то самое пространство, где фотографировать и фотографироваться просто необходимо. И в этом зале много таких мест, где можно сделать семейное фото на память в рамочке. Портретная рамка для фотографий – это только маленький фрагмент большой интерактивной и сказочной экспозиции башни синей птицы. Первое, что встречает любой посетитель – это огромное дерево желаний. Загадать их несложно, достаточно написать заветное на бумаге, свернуть листок в птицу счастья и повесить на ветку. Зал оформлен в виде старинной гостиной. Почти все экспонаты – лошадь-качалка, детская кроватка, напольные часы, камин, письменный секретер – сделаны из обычного картона, по-театральному, что придает обстановке не музейную, а по-настоящему сказочную атмосферу. И все, что на этой выставке находится, можно потрогать, можно покачать, можно полистать и сделать своими руками. У взрослых есть возможность вернуться в детство, забравшись на огромный стул, почувствовать забытые ощущения, когда ваши ноги не достают до пола. Для детей здесь просто раздолье. Интерактивная игра прямо на полу, ребусы и загадки повсюду, книги, которые можно почитать и даже послушать. А в домике синей птицы – выставка бабочек, которые, как всем известно, тоже существа волшебные. Есть здесь и своя почта, где при желании можно написать и отправить близким или друзьям письмо счастья. Конечно же, гусиным пером. У нас, когда наши коллеги из администрации, из Министерства культуры и впечатлений, потом с таким, вы представляете, мне дошло. Они так были счастливы. Я ведь там сестре или подружке. Представляете, ведь дошло. Как дети. Есть в зале и уголок для молодоженов и влюбленных, которым в музее тоже рады. Здесь можно оставить росписи признания и сделать фото на память. Открыты двери и для дружеских компаний. Новый проект запущен в преддверии сезона «Белых ночей». Музей проводит его уже третий год. Практика работать в это время года с 10 утра до 21 часа себя оправдала. Очень много людей приходят сюда после работы. Приходят с детьми. Для них в свой профессиональный праздник 17 мая гостиные дворы устроят большое увлекательное представление путешествия в музейную страну. Виктор Кузнецов, Руслан Симушин, Панорама Севера. В Архангельске прошел открытый чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по спортивным танцам «Беломорские ритмы-2014». Страстная танго и воздушный квик-степ. Екатерина Грицыенко смогла насладиться зажигательными ритмами. Легкого паркета. Такими словами напутствуют перед соревнованиями исполнители спортивных бальных танцев. И не зря. Участникам «Беломорских ритмов-2014» паркет комплекса «Норд-Арена» действительно принес удачу. Ведь выступление каждой пары стало маленьким шедевром. Каждый дуэт исполнил свой гимн искусству, грации и красоте. 160 пар участниц чемпионата. В судейской коллегии представители Москвы, Ярославля, Петербурга и Великого Новгорода. Турнир «Беломорские ритмы» состоялся в Архангельске в 23-й раз. И престиж этих соревнований возрастает с каждым годом. Этот турнир очень важен для культурной и для спортивной жизни нашего региона в целом. Наши танцоры, наши судьи, они постоянно участвуют в этих мероприятиях, что повышает их уровень. Для кого-то это старт, для кого-то это новые победы, а кто-то уже, может даже более юные спортсмены, но маститы, они спокойно, уверенно забирают свои места на пьедестале. Дальний путь из Москвы в Архангельск был проделан не зря Артемом Северенко и Марией Каменской. Они на высшей ступени пьедестала почёта. Чемпионы области прошлого года Архангелогородцы Денис Герасимов и Татьяна Джадалюк в этом году на третьем месте. Танцы – это наша жизнь. У меня это переходит и перешло в профессию. Татьяна просто отдаёт себя этому виду спорта. Они порхают, как бабочки, словно не касаясь земли. За этой лёгкостью ни один зритель не увидел огромных трудов и усилий, вложенных спортсменами в любимое дело. А значит, каждый, выступавший на беломорских ритмах, профессионал с большой буквы. Екатерина Грицыенко, Нилья Сумароков, Панорама Севера. В завершении выпуска информация о курсе «Валют на завтра». По данным Центробанка, на 16 мая доллар США 34 рубля 70 копеек, евро 47 рублей 57 копеек. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «Вопрос священнику». О том, как приходы Русской Православной Церкви Архангельска помогают страдающим алкогольной зависимостью и где получить помощь, в прямом эфире телеканал АПС расскажет священник Феодосий Нестеров. Узнайте о том, как помочь своим близким. Задайте свой вопрос, позвонив в студию по телефону 639 717. А у меня на этом всё. Вы смотрели информационную программу «Панорама Севера». В студии была Лариса Истомина. До встречи. Плесецк сегодня тоже достаточно весенний. Там сегодня плюс 12 облачно, ни дождя, ни тем более снега там не ожидается. Ветер слабый. Вельск плюс 13 ясно, безветренно и без осадков. И, конечно же, город Архангельск, 16 число. В Архангельске ожидаются ясное небо и лёгкая облачность. Не ожидаются осадки и ветер. Утром температура воздуха плюс 9. Днём вообще красота. Плюс 12, ну а вечером плюс 7 на термометрах. И совет на прощание. Делайте больше глупых и необдуманных поступков. Я на рулетку жизнь свою поставлю. Я в казино фортуни дай, не оставлю. Пусть говорят, что я в судьбу не верю. I wanna live in your dream. До встречи на телеканале ПС. Субтитры подогнал «Симон»!